Следующая песня для меня сложная в пропевании, сложная вообще. Она написана на чужие стихи. Великий наш живущий Олег Чухонцев. Может быть, кто-то знаком, кто увлекается поэзией, с его вообще творчеством. Это очень интересный поэт, как у хорошего у каждого поэта, со своим неповторимым взглядом. Вот мы только что слушали Володю Мирошкина. Это удивительно, это чудо наше. И я благодарен тому, что когда-то судьба нас свела вместе. Каждый поэт интересный, который я встречаю на своем пути, на своем пути, неважно, это по жизни, или просто где-то читая, или в интернете встречая, он радует и делает мою жизнь богаче, ярче и интересней. Вот и стихотворение, которое мне попало случайно, называлось... Я даже... Оно, наверное, без названия просто было. Да, там названий нет, но оно меня потрясло до такой степени, что я где-то год пытался что-то все придумать на это стихотворение. И вот хочу вам сегодня показать его. Есть в этом стихотворении, было два слова, которые могут быть непонятны немножечко. Первое слово – это вальки. Вальки – это такие маленькие рыбешки, ну, типа мальков, верховка, я не знаю, как у вас здесь называются эти, которые поверху плавают, маленькие рыбочки. Вот это вот... Вот это первое слово – вальки. Понятно, да, что это рыбка. И второе слово, очень непонятное многим сегодня, это слово – самокат. Я хочу вернуть тех взрослых людей, которые сидят здесь в те времена, когда вы смотрели фильм «Вечный зов». Смотрели, да? Есть такие люди здесь, да? Вот там очень интересный актер Андрей Мартынов играет роль Кирьяна. Это одна из зверчайших его ролей, я думаю, лучшая роль, которую он сыграл когда-то в кино. Он играет там совершенно несчастного мужчину, который любит жену, а жена любит всех подряд, но не его. И это его терпение постоянное, сколько он там это все терпел, в конце концов когда-то лопается, и он уходит на фронт и не возвращается домой. А в это время она уже, когда его не стало, это так часто бывает на самом деле, когда человек рядом вдруг не оказывается, только понимаешь, как он тебе дорог. И вот она начала его искать, искала, искала, и ей кто-то подсказал, что он на какой-то станции там встречает фронтовиков, он на гармошке играл, вот она приезжает туда, и он вдоль платформы со своим этим баянчиком заходят поезда, фронтовиков везут, а он без ног на самокате. Вот эта штучка, эта площадка, которая тогда была, называлась самокат. Вот отсюда вот это все пошло, и вот об этом самокате речь в этой песне. Вот это все пошло, и вот это все пошло.